Поселок кулачных боев существует в Магистауской области. Курык – место, где за появление на соседней улице можно получить серьезные травмы. Молодежь эти правила жестко соблюдают, а вот родители малолетних детей этим временем боятся за жизни своих подрастающих чад. И даже в магазин ездят с ними на такси. Подробности у Светланы Султангиреевой. Для поселка Курык в Магистауской области крики и драки – явление обыденное. И вот уже 46 лет он негласно поделен на две части – автобаза и микрорайон. Особенность в том, что жители одного участка без острой необходимости не переходят на противоположную сторону. А если это и сделали, то передвигаются по ней молча, несмотря по сторонам. В общем, не привлекая внимания, в противном случае будет драка. У нас все расположено в центре. Если моему ребенку нужна парикмахерская или захотели купить фастфуд, то мы вызовем такси и едем вместе с детьми. Если в той стороне будет концерт, то дети из противоположной стороны просто не смогут туда пойти, потому что может возникнуть драка и дерутся толпа на толпу. Эта история длится уже десятилетиями. Мой ребенок две недели сделал подделку, а теперь просто не может поехать и сдать ее. Придется вместе с ним ехать. Это ненормальная ситуация. Мы просто боимся за жизни своих несовершеннолетних детей. Это надо остановить. По данным прокуратуры, за последние пять месяцев было зафиксировано три массовые потасовки. В результате одной из них в январе 14-летний подросток получил множественные травмы, а после впал в кому. Врачам удалось его спасти, но после его вновь избили уже в мае. Сейчас уголовное дело рассматривается в суде. Еще одного 19-летнего парня похитили и побили. Полицейские ищут подозреваемых. Загвоздка в том, что потерпевшие не пишут заявлений на обидчиков. Дела возбуждаются по факту, но до суда чаще не доходят, потому что пострадавшие говорят, что сами где-то ударились. Для примирия двух сторон мы приглашаем даже Аксакалов, но потом между ними снова возникает раскол. По словам прокурора, на поселок направлено максимальное внимание. Полицейских правоохранителей намерены установить порядка 60 видеокамер. Слан Стонгирев, Архад Шаткам, Астана Таймс, Мангосталовская область.